get fun на связи в рамках подготовки канала к новому году расскажу про второй из прем кораблей новогодней стройки прем который получат практически все из-за чего возможно он и будет интереснее даже чем шрёдер который мы разбирали на выходных тем не менее со старта кораблю многовато вопросов в том числе относительно смысла ввода в игру ведь ренаун 44 это веточный линкор прошедший ряд модернизаций и поставленной разработчиками на 7 уровень и сейчас я прямо без приукрас скажу что же с этим кораблем не так ну а вы взамен прожмите лайк чтобы злобный гринч не испортил вашу елку а пока вы ищите кнопочку напомню что видео на ю тубе продолжают выходить благодаря бустером вступайте в наше морское братство по ссылочке в комментариях и помогите выживанию канала и получите взамен доступ к эксклюзивным бонусам и розыгрышем там же в комментариях есть инвайт для регистрации с бонусами для новичков мира кораблей а теперь переключаемся в режим предвзятого разбора корабль сразу скажу мне не нравится и кажется что в этом году брелок верфи оказался на редкость посредственным ключевая претензия к нему в том что данный прям не просто систершип как многие другие прямо в игре нет это буквально клон веточного корабля и ладно бы модернизация была глобальной как допустим у крейсера тона или магами которые существенно преобразились после модернизации из-за чего вполне они достойны нескольких версий в игре но ренаун не из их числа модернизации военных лет это лишь подтягивание пво мощь корабля и не потому что шла речь о реализации какой-то особой пво защиты нет модернизациями закрывали критические уязвимости без модернизации авиация была смертельной и лучшая демонстрация этого бой у куантана где японская авиация утопила брата близнеца ренауна линкор репалс именно поэтому получается что на седьмом уровне нас будет ждать линкор из ветки которому станет просто легче сражаться с авиками шестых и восьмых уровней с учетом того что и без модерок ренауна был близок к лидерам по статистике сбитых самолетов для линкоров шестого уровня думаю что рост комфорта в этой номинации будет действительно ощутимым ведь изменится не только мощь пво в дальней ауре вместо 53 попугаев урона она будет наносить 109 но вместе с этим вместо одного разрыва в ауре будет уже 4 что в сумме с заградкой я думаю что заметно усложнит заходы на этот линкор только вот не стоит забывать после всего этого что борьба с авиацией это только лишь небольшая часть игры и совсем не факт что в рандоме вашем сражении будет а вик который к тому же и решит утопить именно вас намного выше риск того что в рандоме мы встретим в бою корабль восьмого лип девятого уровня и вот это поиграя уже сейчас на ренауне скажу вам ну таки большая трагедия все потому что уже многие корабли восьмого уровня в ветках получают исключительные особенности своих направлений а девятки ко всему прочему показывают сумасшедший рост боевого потенциала за счет артиллерии или торпед и вот как с ними воевать по сути на корабле шестого уровня вот это вот вопрос открытый в особенности после того как становится ясно чем же разработчики решили компенсировать такой серьезный удар по комфорту игры с надводной техникой ведь ему подтягивают артиллерию но подтягивание невысокое всего лишь на одну секунду перезарядки и подтягивание сигмы до 2 0 и хоть сейчас порту видно что вместе с этим кораблю повышали радиус разлета снарядов но по последним данным блога этот нерв решили откатить и скорее всего разлет снизит обратно до уровня ренауна что уже косвенно показывает что даже за три недели до начала новогодней стройки даже разработчикам кажется что этот прям все еще не дотягивает до необходимого уровня комфортно ведь его а будет и мы будем надеяться что данный ап еще не последний ведь озвученное усиление как мне кажется недостаточных до сих пор особенно если взять и глянуть сейчас на усиление торпед которые вот действительно то разработчики решили раскрутить по полной им повысили урон сразу на 50 процентов причем докрутили еще и скорость хода плюс 8 узлов выглядит неплохо даже можно сказать что мощно жалко только лишь то что я сдув пыль с ренауна пришел к выводу о том что торпеды реализовать в бою практически не возможно особенно если закидывает вниз списка сделав несколько сражений мне даже не представилось ни одной такой возможности из-за тактики сражения фланговых осторожных атак которые явно будут еще более осторожными при попадании в сражении восьмых и девятых уровней так что риск врыва и реализация торпед падает заметно и вот поэтому у меня сейчас недоумение почему же для компенсации повышения уровня артиллерийский линкор получает ключевой ап именно в торпедном вооружении которое практически невозможно реализовать с учетом тактики и ладно бы если вдруг получилось что артиллерию просто было уже некуда улучшать но нет давайте вспомним пару фактов про веточный линкор рог этого направления и вы я думаю сами найдете способы улучшения ренауна ведь руку в сравнению с ренауна поднимают вес залпа сразу на три ствола кроме того дают большую дальность стрельбы 18 километров с хвостиком а еще дают более злые бронебойные снаряды которым поднимают и урон и стартовую скорость чтобы снаряды при попадании имели больше возможностей разорвать броню противника и нанести необходимый урон что кстати весьма кстати для роли фланговых снайперских ударов тактики который в общем-то и следует эта ветка да и данный прем тоже стоит конечно еще и иметь ввиду что скорострельность и точность стволов веточного линкора изменились не в лучшую сторону только я все равно думаю что это мало вредит концепту фланговых обходов с неожиданными атаками за счет маскировки потому считаю что дизайнеру который не дал ренауну 44 года более конкурентную артиллерию через снаряды стоило бы оставить без премии на новый год а в качестве дополнительного наказания поручить реализацию торпед я же в качестве вывода из всего вышесказанного скажу только то что ренаун выглядит максимально посредственно и неудобно в том виде что он есть сейчас у разработчиков была очень неплохая возможность создать низкоуровневую альтернативу геймплея инкампабла который компенсировал малый вес залпа шикарными характеристиками снарядов и точностью но они этим путем не пошли возможно потому что испугались тому что коллинг вот станет менее интересным прем кораблем именно поэтому при реализации ренауна 44 разработчики профукали шанс ограничившись полумерами и дав линкору только лишь более точный залп в сравнению с веточным кораблем чего явно не будет достаточно для комфортной игры на корабле седьмого уровня но ввиду того что прям получит буквально все кто найдет возможность поиграть в новогодние праздники я все равно сомневаюсь что ренаун даже несмотря на такой внушительный список недостатков совсем уж не найдет своих поклонников ведь многим достаточно просто наличие прем статуса чтобы периодически выкатывать корабль в рандом но если вдруг у вас сейчас есть вопрос а вообще стоит ли много времени уделять игре или лучше заняться чем-то другим и решающую роль для вас будет играть награда новогодней верфи то скажем так новогодняя верфь в двадцать втором году явно не порадует ничем сверх любопытным так что делаем спокойно свои дела в реале поздравляем друзей родственников родных ну а в игру заходим только если вдруг станет скучно и захочется потопить противников в рандоме ну а на этом в общем то все надеюсь видео было вам полезно жмите лайки и подписывайтесь на канал если это так но особые слова благодарности спонсором с бусти в особенности адмиралом константину пучкову параноику слипу алексей емельянову спартану чин чипосу и лейтенантом нантиксу маг марлену арнольду шорте артему и гоу страйдеру благодаря вам а также другим подписчикам бусти канал на ю тубе жив несмотря на выключение монетизации гуглом и продолжит радовать всех зрителей новостями и обзорами а на этом точно все до связи и пока пока